Приветствую вас. Вы знаете, вот, читая ваш текст, так и хочется задать вам вопрос. Что же вы хотите от психологов? Чего же вы хотите от нас? Какой у вас запрос к нам, к психологам? Ну вот, описали вы свою историю, описали её, да, неприятно, есть определённые моменты, о которых я скажу, но хотите-то вы чего? Забыть его, это одно, забыть человека нельзя, как правильно сказал вам мой коллега. Можно только изменить отношение к тому, что произошло, к тому, что случилось. Вернуть его, это другое, что тоже нужна моя стратегия, свой определённый подход, чтобы его вернуть, если хотите, конечно. если решите, что его нужно возвращать. И непонятно, непонятно, по итогу, что вы хотите от нас. Даже вопросов никакого не задаёте, да? Вы пишите, что встречались с парнем почти год, далее вы его хвалите, привозните его, может быть даже немного идеализируйте. Интересно бы это поисследовать. С чем связано? То, что он умничка, красивый, работает на хорошей работе, его семья с хорошим социальным статусом. Поскольку это всё для вас важно. У него были определённые принципы, которые я не понимал, без всего. Но если вы с человеком встречаетесь, если вы человека любите, то и принципы его нужно принять. Не стараться понять, а именно принять. А вот вы почему-то хотели понять его принципы. И не понимая его принципы, вы его отталкивали от себя. Мы иногда спорили, по поводу чего спорили, но спорили это очень редко. Моя семья обычная. Вроде они были за меня рады, но вот они образгакивали фразы, что он тебе нашёл. Ну, здесь, наверное, имеет место быть классическое расслоение, да, классическая такая проблема. А вот разности социальных статусов, я, конечно, не знаю, но на мой взгляд, что-то такое может проскакивать у вас. Если говорить о том, что проскакивает, то проскакивает как раз именно это. То есть проскакивает именно то, что ваша семья и как не парадоксально вы вместе с ней, со своей семьёй чувствуете себя, ну, как не парадоксально. Ну, я так думаю, что недостаточно уверены в себе. И для вас, возможно, социальный статус имеет, ну, куда большее значение, чем должен был бы. А вот причины, по которым это так, уже нужно выяснить. То есть видите, какая интересная постановка вопроса у вашей семьи. Что он в тебе нашёл? А разве нужно в человеке что-то искать, чтобы быть с ним? Мне кажется, нет. Но эта неуверенность, она, по факту, заразила и вас. Судя по тому, что вот вы описали. А может быть это всегда было с вами. Я не знаю. Но однозначно, что вам надо бы вот над своими ценностями, над своими установками относительно этого момента поработать. Как следует. Потому что, ну, потому что ничего хорошего не будет, если вы будете так думать о себе и о молодых людях. Как бы, прибавляя или добавляя, если угодно, в отношение, ну, определённого такого социального статуса. Вот. От этого ещё раз повторю, лучше никому не стану. Дальше. То есть здесь у вас имеет место быть комплексы. Человек третьего сорта. Как вы, как вот вам говорит ваша семья. Тут надо бы разбирать ценности, что они подразумевают под этим, что вы подразумеваете и так далее. И так далее. И так далее. Иногда меня саму мучил этот вопрос, пишите вы. Но о том, что вас этот вопрос мучил, вы пишите. А вот о том, что вы делали с этим и делали ли вы что-то с этим, вы не пишите. Что вызывает, конечно, определённого рода подозрения. Ведь если вас мучил вопрос какой-то, а вы этот вопрос не разрешили, то он, этот вопрос, так или иначе, мог влиять на вас и на ваше поведение. А это означает, что ваши споры, или ваш спор, или то, что вы не поделились с ним, вполне могло стать следствием именно вот такого, именно данного, точнее восприятия себя. И всей этой истории, связанной с социальным неравенством. Хотя, конечно, это, ну, не обязательно, не обязательно. Так. Дальше. Значит, он очень много работает, мы встречались далеко не каждый день. Опять же, тут нужно выяснить, да, как вы к этому относились. То есть, нормально ли вы относились к тому, что вот каждый день встречаться вы не можете. Ну, не было у вас такой возможности, да. Вот. Нормально относились вы к этому или нет. Или, изначально вы относились к этому хорошо, а потом, например, перестали относиться к этому хорошо. Если это было так, то есть, если вы изначально относились к этому нормально, а потом перестали, то нужно определить, по какой причине перестали. Вот. И что, соответственно, вас сподвигло на изменение, скажем так, позиции по данному вопросу. Вот. Потому что, ну, логично предположить, да, что если вы уж приняли условия молодого живая человека, то, наверное, отказываться от них, от этих условий, ну, было бы неправильно. Дальше. А потом я начала на него иногда давить. Например, когда он на адрес отказывался выгладывать нашу общую фотку в соцсети, говорив, что это не со мной связано, а он просто не любит выставлять свою жизнь на показ. Здесь вы вступаете в такой своего рода капкан, который называется треугольник Карпмана в психологии. И треугольник Карпмана представляет из себя определенную такую ловушку для людей, которые находятся в отношении. Грубо говоря, вы начали его преследовать по определенному, скажем так, определенным причинам, по определенному ряду причин. Вот. Которые были у вас. То есть причины, по которым вы его преследовали, были связаны с тем, как вы себя сами воспринимали. Причины были связаны с тем, что вы в себе сами сомневались. Но вместо того, чтобы донести эту, в общем, несложную мысль до молодого человека, своего, и тем самым быть с ним более честной и откровенной, ведь фотка была вам на самом деле тоже не так нужна. Я не думаю, что ее судьба, эта фотография, как-то качественно определила бы вашу жизнь или как-то, ну, например, вредила бы вам или наоборот, приносила бы пользу вам же. Поэтому здесь нужно обязательно учитывать именно то, для чего вы это делали, почему вы это делали, с какой целью вы это делали. То есть требовали от него, чтобы он обязательно выложил эту фотографию в сеть. Вы хотели заявить о себе тому социальному кругу, в котором, значит, молодой человек был, по-моему, социальному кругу, в котором молодой человек находился, и вы хотели, чтобы он знал о том, что вы есть. И не только он, но и все остальные. И вот эта неуверенность в себе, ваша неуверенность в себе, является одной из причин, по которой мужчина с вами, скорее всего, захотел расстаться. Он вынужден был вас успокоить, а вы дали ему почувствовать, что сомневаетесь в себе. А если вы дали такому мужчине, как ваш, почувствовать, что сомневаетесь в себе, ну, значит, он допустил, что вы с ним можете быть, например, из-за его социального статуса, а это для него совершенно неприемлемо. И по этой причине мужчина вас заблокировал. Вы просто-напросто стали его, грубо говоря, тяготить. Вот это нужно вам для себя понять. Дальше идем. Значит так. Он вам объясняет, что вы, что он не любит выставлять свою жизнь на прокал. Опять же, нужно, чтобы вы сами определили, как вы к этому относитесь. К тому, что он может не любить, действительно может не любить, выставлять свою жизнь на показ. То есть вам нужно выработать к этому свое отношение. Почему? Для чего? Если вы с ним сойдетесь, если вы хотите с ним сойтись, действительно, если вы и правда хотите быть с ним вместе, то эту проблему, проблему самоутверждения за его счет, вам нужно будет как-то решить. Ну, хотя бы потому, что он сам находится, скорее всего, под определенным давлением социальным. И я думаю, что проблемы ему, ну, скорее всего, не нужны. Я так вот думаю, я так подозреваю, что проблемы ему, ну, скорее всего, не нужны. Те проблемы, которые у него, значит, могут быть. Те проблемы, которые он, значит, мог видеть. Дальше. В один день, так, мы поспорили, но не ссорились, пропишите вы. Здесь нужно обязательно, обязательно, вот прямо обязательно понять, из-за чего вы поссорились. То есть, что это была за причина. Какова была причина вашей ссоры? Вот. Это, правда, очень важно. Я понимаю, что вы могли не придать значению, значения этой ссоре, но, тем не менее, это важно. Если вы хотите отношения с своим молодым человеком сохранить или восстановить, то я рекомендую вам обязательно об этом подумать. Ибо это очень и очень важно. На какую тему вы спорили и как он отреагировал на это? Дальше. Дальше. Перед этим было неделю у него благое настроение. Спешите вы. Ну, опять же, да? Плохое настроение было у него. А из-за чего у него было плохое настроение? Понимаете? Какой важный момент. Ведь оно же у него возникло, ну, наверное, наверное, я так думаю, не просто так. Были же, наверное, какие-то основания для того, чтобы у него было плохое настроение. Вот. А были ли вы, соответственно, в курсе того, почему у него плохое настроение? Знали ли вы, что расстроило вашего молодого человека? Вот это, мне кажется, тоже необходимо определить. Так, значит, мы поспорили, это был один из двух принципов. Потом вроде закрыли тему, он ушел и перестал отвечать вообще. А вот что значит вы закрыли тему? Вот. Как это понять, что вы закрыли тему? Причем не просто закрыли тему, да? А вроде, вроде закрыли. То есть вы даже не уверены в том, что тема закрыта. была, вот, вами до конца. То есть, по сути, речь идет о том, что вы не до конца решили для себя эту проблему. Если я правильно понял вас. И опять же возникает вопрос, что это была за тема, что это был за принцип такой, и почему его нужно было выяснять. То есть, ну почему нужно было выяснять отношения, да? Именно вот в тот момент, когда человеку было плохо. То есть в тот момент, когда мужчине было явно не по себе. Думали ли вы в этот момент о нём, или думали ли вы в этот момент о себе? Если вы думали о нём, то как? Я вас сейчас не обвиняю. Ну вот, если вы думали о себе, то опять же в этом нет ничего плохого. Просто нужно, чтобы вы постарались понять, в каком ключе именно вы думали о себе, что вас волновало. Далее, значит, перед этим у него было плохое настроение. Я его поздравил с праздниками, он не ответил, потом написал, что случилось, и он меня заблокировал. Но это вот вам бы продолжать здесь, вам бы станет со своими делами, а вы продолжаете его доставать. Возникает вопрос, с какой целью вы поздравляли его с праздниками, и с какой целью написали, что случилось? Ведь знали же, что случилось, ибо не были уверены в том, что тему закрыли, потому что вы пишете вроде. Дальше, и вроде понимаешь, что все надо забывать, ну, не знаю, с какой целью забывать, после такого случая, если встречались в год, ссори не было, как-то слишком быстро вы решили его забывать. Опять же, скорее всего, проявляет в себя ваша неуверенность в себе. Дальше, прошло два месяца, и у меня изнутри все сгорает, я очень хочу к нему обратно. К нему обратно это куда? К нему обратно это как? Ведь встречались вы далеко не каждый день, вместе не жили. Куда к нему обратно? Чего именно вы хотите? Что именно вам нужно? Ведь, по сути, мужчина от вас отказался, отказался довольно легко. А вы, вы все равно продолжаете ходить к нему, к нему. Здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, страдает ваша самооценка. Ну, то есть, как страдает? Она не только страдает, она находится, скажем так, под определенной угрозой. Из-за того, что вы готовы, по сути, пожертвовать своей самооценкой, пожертвовать всем, пожертвовать своей, может быть, даже гордостью, вот, для того, чтобы быть с этим мужчиной. И это, в свою очередь, также наводит на определенные вопросы. Чем мужчина вам так нужен, что вы так сильно к нему хотите? Что он вам, может быть, давал? Или, как вы себя с ним чувствовали, что вот так вы в нем нуждаетесь? Это все тоже желательно бы поисследовать, потому что это, правда, очень важно. Но, конечно, тот факт, что у вас все внутри горит, это свидетельство того, что вы можете быть от него зависимы, и это, конечно, нужно прорабатывать. Я думаю, что ваши родители отчасти способствовали тому, что вы чувствовали себя недостаточно значимой, недостаточно важным, недостаточно цельным, вот, а молодой человек, по сути, вам помог себя такой ощутить. Ну, или так ощутить, если угодно. И сейчас, когда вы оказались без него, вы вновь, для вас вновь, как бы наступил, ну, скажем так, для вас этот факт расставания для вас означал шаг назад, вот, как обстоят дела. То есть вы почувствовали словно, что дали задний ход. Для вас это слишком, ну, слишком болезненно, слишком тяжело, слишком, вы оказались не готовы к тому, что по итогу потеряли, судя по всему, да? Вот, отсюда и горит, всё горит. Вот это ваше определённое чувство. Дальше. Значит, хожу к ним обратно, и так как начала психовать, то всё остальное в жизни тоже полетело. А вот интересно, да? Значит, начали психовать. Вот, а из-за чего психовать-то началась, собственно говоря? То есть, вот, что конкретно произошло? Такого, да, что простимулировало вас на то, чтобы психовать? То есть, это вот тоже такой достаточно важный момент для фиксации. Так, значит, у меня работа, хорошая работа, которая требует внимания концентрации, я получаю второе высшее образование, у меня есть увлечение. Ну, не знаю, пока что получается так, пока что получается так, что вы, знаете, как будто, как будто пытаетесь, ну, я не знаю, что-то в свою защиту сказать, мол, вот я ничем не хуже, то есть как бы я от него независимый, я не только им живу, да? У меня есть старое образование и так далее. Вот, я понимаю, что, скорее всего, сказать-то вы хотели совсем не это, но выглядело все именно так, к сожалению. И если это действительно так, то это, конечно, тоже требует внимания. То есть, как вы выбираете, например, то, чем вам, грубо говоря, заниматься? То есть, как вы принимаете решение, что вот я буду делать сам, то или иное, например. Вот, для чего вам увлечение, зачем вам второе высшее образование, работа, которая требует концентрации и внимания, которая вам прийти и нравится, но которой вы сейчас, да, на данный момент заниматься не можете. Вот, у этого тоже есть причина, которую тоже нужно разобрать. Знаете, ибо просто так ничего не происходит. И вроде в течение дня отвлекает, но ничего не помогает. А что должно помогать и от чего? Меня трясет уже который день, и когда кончится, непонятно. Ну, не кончится еще очень долго, если вы не будете работать над собой. Я жалею, что спорил с ним о его принципах, хотя реально, что для меня это не было критично. Ну, вы знаете, если вы с ним спорили, да, я полагаю, что все-таки что-то критичное было. Иначе вы бы не спорили, да, давайте все-таки, ну, как-то более честно будет здесь с собой. То есть, если бы вы, если бы вы не видели в этом что-то важное, действительно, для себя. Ну вот, но я думаю, что вы бы не спорили бы. А раз вы, значит, спорите, раз вы спорили, точнее, значит все-таки что-то важное было. Вот. И вопрос здесь заключается только в том, да, что именно, что именно важного было для вас в этом. Вот. Вот я думаю, что так нужно эту ситуацию оценивать. Вот. А пока вы жалеете, я понимаю, конечно, понимаю, почему вы жалеете. Потому что вы потеряли то, что вам, ну, дорого было, вы потеряли то, что вам важно было. Я понимаю, но это, по сути дела, мало что значит. Вот. Что я могу сказать. Значит, работа над самооценкой вам, я рекомендую. Я рекомендую вам работу над вашими комплексами, над вашими установками, которые вам, ну, явно мешают. Потому что вот эти вот разговоры о том, что, что он вам не нашел, идеализация его, такое, знаете, превознесение его. Это все, конечно, вследствие того, что вы не очень стряните в себя. Вот. Ну и, конечно, речь идет о том, также речь идет о том, что вы зависимы явно от человека, а зависимость, она всегда основана на желаниях, на собственных человеческих желаниях. И вам свои желания нужно определить и уже по ним двигаться. Вполне возможно, что то, что вы делаете, это не совсем ваше желание, а то, что вы делаете, это средство для того, чтобы доказать, значит, кому-то, может быть даже вашим родным, что вы что-то значите, что вы чего-то стоите, вот. А на самом деле все делать совсем в другом. Но еще раз повторю, с этим нужно работать. Так вот не получится. Вот. И тогда вы сможете здраво оценить ситуацию и увидеть, нужен ли вам мужчина такой или нет. Потому что, ну вот, если он легко, если он так легко может вас забыть, да, если он так легко может от вас отступиться, грубо говоря. Что вопрос здесь именно такой, а нужен ли он, а есть ли у него чувства, если он не готов отношения как-то вот выстраивать, как-то строить, да, то есть там, ему проще уйти, проще заблокировать вас. Такой ли он умничка в действительности на самом деле, да, вот. Такой ли он умничка и такой ли он хороший. Потому что, ну еще раз повторю, да, что то, что, если бы он был действительно хорошим таким, то вряд ли он бы так повел бы себя с вами. А раз повел, ну значит, это были причины. И кто знает, может быть, в основе этого лежат, опять-таки, его те самые принципы, которые вам не нравятся изначально. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Что касается того, что вы жалеете, что спорили с ним, то вы себя вините, я вас понимаю. Понимаю, что вы себя вините, но винить себя на самом деле не зашло. Это не быстрые слова, дело в том, что вам нужно вспомнить себя тогда, вот, в тот момент, когда вы спорили с ним, и подумать, почему вы это делали. Просто вспомните свои чувства. Вот. Вспомните свои чувства. Что это были за чувства? Просто вспомните их. Просто вспомните их. Я уверен, что эти чувства, они были для вас важны. И вы сейчас их обесцениваете, по сути. И как вы обесцениваете свои чувства, так и мужчина может обесценить вас. Легко. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...